Денис Цыпленков. Тренировки продолжаются. Как складывались дни Дениса после возвращения из Турции и почему у него в зале оказался Юрий Белкин. Деван Лорат тем временем заряжается по полной, уже для поединка против Георгия Цветкова. Так много вы используете тестов в неделю. А также Андрей Смаев. Честно о дозировках и как так вышло, что он уже пожал лежа 300 килограммов, но показывать это никому не стал. Собрал интересные темы для вас, для всех, кто интересуется силовыми видами спорта. Так что после просмотра поддержите этот выпуск с комментариями, потому что а почему бы и нет, да? Долго готовил для вас этот конкретный выпуск. Надеюсь, он вам зайдет и признателен за поддержку. Но прежде я к вам с просьбой. Мне нужна обратная связь от вас. Если вы знаете авторов достойных ютуб-каналов на тему спорта, где качественный контент, но мало подписчиков, напишите название этих каналов, их авторов в комментариях под этим видео. И в одном или в нескольких выпусках до конца этого года я просто порекомендую вам, аудитории моего канала, этих авторов, чтобы таким образом им помочь. Но вот канал, который я совершенно точно уже не раз и по делу вам рекомендовал, это канал Александра Кузнецова, канал о мужском здоровье. Спортивная эндокринология, андрология, фармакология – это темы, которые Александр поднимает в выпусках на своем канале. Также он дает обратную связь своим подписчикам, он отвечает на их вопросы из комментариев в своих обзорных выпусках. И кроме того, он консультирует на тему применения препаратов. Если вы хотите больше узнать о гормональной системе своего организма, как она устроена и как она реагирует на воздействие извне, то оцените контент Александра. Ссылку на его канал я оставлю в описании под видео. Денис Цыпленков сразу после поединка против Девана Ларата дал понять, что продолжит тренировки и поражение для него не повод усомниться в своих силах. Скорее, немного отдохнуть до Нового года и после продолжить работать. Это была первая тренировка Дениса после поединка в Турции. Вернее, разминка. Никаких спаррингов или железа. Просто легкая работа за столом и общение. Хороший способ прийти в себя после недавних событий в жизни. Так, скажу по-честному, как только с самолета сошли, сообщение приходит. Хороший друг у меня умер. И поехали в Ростов. Практически дней пять были, похоронили, вернулись. Наверное, больше настроения из-за этого у меня, конечно, пропало. Два-три дня дома посидел, выспался, погоревал, отошел. Вот, собственно, можно сказать, такая первая тренировочка. Тут еще Юра Белкин позвонил, напросился, скажем так. И все это, по сути, организовал больше для него. Может быть, еще поддохнул. Но все-таки он первый раз к нам приезжает. А я, людей такие, которые из другого вида спорта, подминаю под армлессинг. Всегда интересно, когда человек из другого вида спорта зашел армлессинг, ему нравится. Он реально как бы сам позвонил, говорит, можно приехать потренироваться. Это дорогого стоит, я говорил неоднократно, то, что чем больше таких вот медийных людей будет увлекаться армлессингом, тем полезнее для армлессинга, для его популяризации. Поэтому не смог отказать. Вот он приехал, Дима приехал, Абкен, все приехали. И так вот, можно сказать, подгрузили его, проверили. Юрий Белкин. Он уже пробовал себя в армлессинге. Но в прошлом так и не нашел баланс между тренировками по арму и выступлениями в пауэрлифтинге. Но, может, что-то изменилось? Я привез сюда друга, который мечтал познакомиться с Денисом. Ну и, соответственно, мне всегда интересно побороться. Заодно и поборолись. А армлессинг сейчас в твоей жизни какое место занимает? Короче, побороться интересно всегда. Вот, прийти в зал, позаниматься пауэрлифтингом или просто в зал прийти, не всегда. Блин, борьба интересна. Реально. Я же когда как раз пытался в 21-м году, вот, и пытался совмещать пауэрлифтинг с армрестингом, вот, не получилось нас совместить. Получается, у меня был спазм под лопаточной мышцей, с которым очень долго разбирался и который мне вообще жать не давал. Ну вот, максимум сотку и все, там сквозь зубы. Ну и я понял, что как бы не вариант совмещать и решил все-таки закрыть все гештальты в плане пауэрлифтинга. Но, походу, это будет длиться тоже бесконечно, потому что там все время у меня тупо носка золотуха. Да, опыт всегда классный и прикольно. Ну и плюс, Денис подсказал мне как раз вместе с Димой, что как раз таки в плане отведения, то, что мне было всегда неудобно, то есть с натяжки бороться. И объяснили, почему отведение не всегда эффективно. Ну и вот там куча вот этих всяких моментов, нюансов. Очень много пытались мне за раз, конечно, все в голову вложить, но даже мне это тяжело пока что все усвоить. Надо постепенно навыки нарабатывать. Ну, сам немного потренировался до Нового года, скажем так, особо напрягаться не буду. Сейчас первоочередное, это все-таки по суставам, как я говорил уже, пройтись к доктору съездить, попытаться что-то, вот если это возможно, вылечить безоперационным путем. Буду очень надеяться, что это поможет. Ну и где-то после новогодних праздников буду потихоньку усиливать тренировки. Но тренироваться не прекращаю. Вот сегодня тренировка и вот по два раза в неделю стабильно будем тренироваться, как и тренировались. Но веса, веса, как я уже сказал, пока, ну за большие браться не буду, надо чуть-чуть отдохнуть. Ну, как-то так. Однозначно у Дениса есть планы на 2024 год, так что подождем, пока он их озвучит. И, конечно, когда мы вновь увидим его на соревнованиях. Деван Лорат тем временем готов к новому поединку. На этот раз против Георгия Цветкова на турнире в Дубае. Это будет один из главных армфайтов вечера. Хотя Лалитин против Гаспариня тоже очень интригующая афиша. Помимо тренировок, Деван не скрывал и не скрывает значительный эффект от инъекций стволовых клеток. За счет них Лорат значительно улучшил свою форму, стал сильнее и быстрее восстанавливается. Так что может позволить себе выступать чаще, чем ранее. Кроме того, в недавнем стриме он сказал, что в инъекциях его якобы спрашивал и Кадыргальян Горбаев, который восстанавливается после травмы кисти. Кроме того, в том же стриме Лорат подчеркнул, что Денис Цыпленков – техничный атлет и очень сложный соперник. Он умеет эффективно использовать различные движения за столом. В этот раз, говорит Деван, он оказался сильнее. Этот поединок был для него очень важен. Но Денис моложе, отмечает Лорат, так что еще вполне способен взять реванш. Время покажет. После поединка против Цветкова Деван, вероятно, возьмет перерыв, чтобы весной провести реванш против Ливана Сагенашвили. Также Лорат заинтересован в рамфайте против Виталия Лалитина. Но это уже отдельная история, не будем спешить, пока нас ждет турнир в Дубае 9 декабря. Постер турнира с парами участников перед вами. Отличный состав. Уиллс, Аркона, Калиниченко, РТМ. Замечу также, что дебютирует на такого уровня турнирах Валерий Чуботаро. Мощный атлет, подопечный и спарринг-партнер Дениса Цыпленкова. Вы не раз видели его в кадре с Денисом на тренировках, за столом во время спаррингов. Теперь Валерий проведет свой армфайт против Ларса Рорбакена. После турнира расскажу о результатах, так что следите за новыми выпусками. И также Андрей Смаев. Сколько можно уже пиарить Смаева? Оставь его в покое. Неинтересен, потому что не выступает. Зачем о нем рассказывать? И так далее. Да, такие комментарии тоже есть. Но вместе с тем и тех, кто поддерживает Андрея. Кому интересны его тренировочные результаты. И его, пусть не стандартный, не типичный, но все равно сознательно выбранный путь. Таких людей тоже много. И я среди них. И мне, как зрителю, как обозревателю, конечно, хотелось бы, чтобы на канале Андрея выходило больше видео. Пока как есть. Но я со своей стороны делюсь теми новостями, которые касаются Андрея Смаева, о которых знаю сам. Так вот, у Андрея есть спонсор, компания GSS Lab, продукция которой помогает Андрею прогрессировать. Так вот, на их YouTube-канале вышло новое видео, в котором Андрей ответил на популярные вопросы. В том числе, честно рассказал о своих дозировках, о своих тренировочных результатах. И в том числе о том, что у него была цель пожать лежа 300 килограммов. И он их уже выжал, но не стал выкладывать видео в сеть. Вкратце об этих темах смотрите далее. А полное видео с ответами Андрея на все вопросы смотрите по ссылке в описании. Так много вы используете теста в неделю? Ну вот, ребят, ну в принципе, единственное, что поменялось между, допустим, временем сейчас и временем двух-трехлетней давности, что я больше перешел на длинный эфир. Вот, а так, ставлю в районе грамма. Иногда бывает чуть больше, потому что у меня есть еще другие препараты в стейке. Армы лежим лежа, что нравится больше. В перспективе-то, ребят, я никогда не говорил, что я буду заниматься армой. То есть я просто поучаствовал в некоторых съездах. Естественно, мне предложили встретиться с Денисом, я не отказался. Потому что этот человек такой величины и масштабы, что тоже неважно, занимаешься армой или нет, как бы встретиться ты захочешь. Может быть, где-то я незначительно добавил, но натяжка, там, я не знаю, отведение. То есть у меня везде была прибавка. И была прибавка очень, я бы сказал, довольно неплохая. То есть я просто перестал заниматься, потому что очень воспаляется суставосвязочный аппарат. И на этом фоне я не могу делать никакие другие движения. Это турник, это жим, это там, я не знаю, даже элементарно ноги качать. Потому что если ты берешь большой вес, тебе нужно, что штанг будет держать, что ножи, ногами, натягивать себя руками. Все здесь болит, все это ноет, болит это по 2-3 недели. И все говорят, да ты привыкнешь, да типа это просто со временем, да нифига, ребят. То есть если ты берешь веса, это болит у всех, и они отдыхают дома. А я человек из лада характера такого, что мне нужно заниматься. Не могу я сидеть неделями и ничего не делать. Далее, такая главная спортивная цель на 2024 год. На 2024 год у меня, в принципе, цель какая? Добавить в жиме, это первое. Второе, добавить габарит, потому что все-таки набор массы, общий вес, мне дается сложно. Ну и хочу, конечно, добавить в руках, то есть без этого я не скрываю. Хочу, чтобы у меня стабильно на холодную за 60 сантиметров была рука. Желательно, где-то в голове сейчас цель где-то 63. Когда жать жим в 300 килограмм? Ну, как вам сказать, ребят? Если уж раз говорить откровенно, эти 300 килограмм более-менее коряво, я, пожалуй, там уже месяца два назад. Ну вот, там мне палец поставили, чуть-чуть помогли. Единственное, что хочется, конечно, сделать мощнее, красивее, лучше и больше, поэтому выкладывать это ничего не стало. На сегодня все, вы сами видите, как сыпет. Прямо сейчас иду откапывать автомобиль, чтобы ехать на очередную съемку, снимать для вас больше материалов. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Насыпьте лайков, прямо как сейчас с неба падает снега. Оставляйте больше комментариев. Всем добра и спасибо, что смотрите. Посыпет, да?